добрый день друзья мы находимся в государстве эрмитажа находимся находимся в здании нового эрмитажа зале ван дейка и у нас здесь встреча с нашим проводником мира прекрасного историком моды анатолием ловк добрый день добрый день давно не виделись вот меня подключили здравствуйте здравствуйте я долго чтобы рассказать именно вам о мужской моде вы не догадаетесь какого периода конечно же периода когда творил ван дейк когда мы говорим о женской моде можем много говорить кстати если будет много комментариев мы сделаем отдельный эфир о женской моде на портретах кисти ван дейка когда мы говорим о мужской моде мы должны помнить что ван дейк как никто другой знал что такое костюм. Мало быть хорошим живописцем, очень важно понимать структуру ткани. Мать Ван Дейка была вышивальщицей, а вот отец торговал дорогими тканями. Ну представьте себе, ребенок с детства впитал и с молоком матери, и с потом отца он впитал эту прекрасную любовь костюма. Давайте посмотрим на автопортрет Ван Дейка. Это один из самых потрясающих примеров того, как в моде главенствовал черный цвет, сочетание черного и белого. Да, мы можем увидеть с вами небольшую баску, которая есть у него на бедре, она как бы расширяет силуэт. Посмотрите, силуэт отходит от такого понятия, как готичность. Силуэт становится более объемным, и из него постепенно уходит помпезность, помпезность, которая была раньше. Когда мы говорим о Ван Дейке, давайте посмотрим на его руки. Мы с вами увидим одни из самых, наверное, правильных рук. Дело в том, что пальцы морковками, а это есть не что иное, как морковки, они показывали в первую очередь аристократизм. Но мы можем с вами предположить, что художник, который смешивал краски руками, не мог иметь таких рук. Обычно руки художника были неживописными. Но есть версия, что Ван Дейк, да и прочие другие художники, которые писали свои автопортреты, дорисовывали красоту этих потрясающих рук. Когда мы с вами смотрим не только на этот портрет, но и, например, на соседний портрет, мы с вами можем понять испанское влияние. Мода, как тряпки, не должна никого интересовать, по крайней мере, меня. Но вот мода в контексте политики, религии, а также экономики, меня интересует как историка моды. Посмотрите, это чистой воды, испанское влияние, головенство черного цвета, воротник. Вот такой воротник зависимости от травм назывался по-разному. Во Франции его называли фреза или, да, лефхезе, лефхезе. От французского, вы будете удивляться, не клубника, но внутренности коровы. Вот там вот кишки, вот как кишки это все закручивалось. В Англии называли раф, или другие варианты, жернов, или горгерра, да. И, конечно, мы должны с вами увидеть этот воротник. Сложность исполнения воротника. Посмотрим на руки, мы не видим ювелирных украшений. Да зачем нам показывать ювелирные украшения, когда этот воротник стоит, как несколько дорогих перстней. Это сегодня мы пошли в масс-маркет и купили одежду. Раньше, чтобы собрать такой костюм, нужно было потратить немало времени, усилий и, конечно же, средств. Человек бедный никогда не мог позволить себе такой воротник. Ведь он не просто сложный, он еще и безупречно белый. А вообще поддерживать одежду в таком состоянии мог позволить себе далеко не каждый человек. Вот тот самый момент, когда мы с вами видим, что по одежде можно увидеть финансовое состояние человека. Мода Англии того времени. Кстати, вот вы обратите внимание, все забутонировано. Тут маленькие пуговки. Пуговки, 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 пуговки. Все. Человек в футляре. Как раз-таки Испания, где огромное влияние оказывает католическая церковь, не могла позволить разнузданности, разнузданности и вот открытости мужского и женского силуэта. Но все течет, все меняется. И мода меняется. И мода меняется ввиду политических событий. Не будем забывать о 30-летней войне. И тогда Англия и Франция уже становятся не то чтобы столицами моды. Нет, об этом нет никакой речи. Но законодательницами моды они точно становятся. Франция диктует мужской костюм, а Англия подхватывает. Посмотрим на одного, наверное, из самых часто портретируемых Ван Дейком человека. Это, конечно же, Карл I. Невероятная история. Очень трагический конец. Но это один из немногих портретов, где мы видим рост Карла. Нам кажется, что он высокий. Да говорят, он был чуть выше, чем метр пятьдесят. Но Ван Дейк придумал, как его портретировать. Портретировать его нужно было в латах или же верхом на коне. Обратите ваше внимание, что впоследствии вообще латы с парадного костюма, с парадного портрета исчезнут. Зато будет костюм делать аллюзию на вот ту самую воинственность. Что нас здесь должно смутить? Вот я как человек, который вам везде хочет дойти до самой сути, я всегда детально изучаю живопись. Потому что именно живопись позволяет нам понять, каким был костюм тогда. Смотрим на перчатку. Лежит перчатка от лат. И, конечно, человек внимательный тотчас поймет, что перчатка на какую руку? Перчатка на правую руку. В итоге у него две одинаковые перчатки. Та, что надета и та, что брошена подле него. Как так получилось? Мы не знаем. Но иногда такие несоответствия попадают в поле моего зрения. Кстати, посмотрите на обувь. Боже мой. Вот краше обуви сейчас вы не найдете на живописи вот в этом зале. Обратите внимание на эти накладки. Они в форме бабочек. Это действительно красиво. Но возникает вопрос, почему так высоко сапоги-чулки доходят? Посмотрите, куда они идут? Они же там подхватываются латами. Да потому что он был женат на сестре французского короля, Людовика XIII. А Людовик XIII любил в своей жизни много вещей. Но в первую очередь он любил свое тело. И вам советую полюбить себя. Это очень важно. Он говорил, у меня самые красивые ноги в мире. Ноги действительно были длинны, стройны. И именно ему пришла в голову идея подчеркивать красоту своих ног при помощи длинных сапог. И они были настолько обтягивающими. Они обволакивали его ноги, словно вторая кожа, за что и получили название. Голые сапоги или голые ноги. Их называли некоторые исследователи костюма. И здесь мы тоже можем видеть, как ровно по ноге обволакивает обувь его икры. И это на самом деле уникально. Потому что здесь мы еще можем видеть другое влияние. Смотрим на голову. Ведь мода это не только вещи, это еще и прическа. Если мы с вами посмотрим внимательно на костюм, то мы увидим, конечно же, одно. Но если посмотрим на прическу, обратите внимание, что с Людовиком 13-м мужчины начали отращивать длинные волосы. Начали отращивать длинные волосы. И посмотрите на бородку. Эти усики и эта бородка клинышком, да, она называлась испаньолка, да, испаньоль. Она впоследствии поменяет свою форму. И от этого клинышка останется лишь только малюсенький треугольничек. Кто-то скажет, боже мой, ну разве это так и было? Так оно и было. Политика влияла, влияла на моду. Я вам хочу показать еще один уникальный пример. Давайте с вами посмотрим на вот этот портрет. Слушайте, краши него, вот этот цвет мексиканского клопа, кашинилевый цвет даже, я не побоюсь его назвать, это такое буйство красок. После черного цвета приходит яркий оттенок. Но Ван Дейк, который знал, что такое ткань, настолько изящно пишет оттенки, что у нас не сливается. У нас это не превращается в какое-то единое целое. Мы видим все оттенки, все нюансы. Знаете, на что хочу обратить ваше внимание? Вот сейчас мы с вами посмотрим детально, и мы с вами увидим невероятной красоты его костюм. Конечно же, нас интересует его обувь. Смотрим с вами на обувь. Опять-таки, видим накладки в форме бабочек. Посмотрите на раструбы. Кто-то говорит раструбы, но правильно говорит раструб. Посмотрите на раструбы его в сапог. И посмотрите на манжеты. Манжеты, которые мы видим здесь, говорят нам о том, что они были съемными. Съемные манжеты на руках, на ногах. А главное, что мы можем видеть здесь, это завязки. Посмотрите, как поменялся костюм. Широкие штаны, которые были в моде до Карла I, и он даже, кстати, немного застрял эту моду, превращаются в те самые штаны без подклада. Не без подкладки, а тот самый подклад, который подкладывали для придания формы. Они становились, знаете, такие огромные-огромные штаны были. Вы видите, как они завязываются маленькими-маленькими завязочками. А самое главное, мы ведь можем понять, что это не просто костюм. Да, у него, кстати, перчатки в пандан к обуви. Посмотрите, из одной кожи практически сделано. Цвет-то какой-то, цвет насыщенный, цвет невероятный. Но нас интересует абсолютно другое. Это же орденоносец. А вот сейчас я вам расскажу, что это за орден. А орден это, конечно же, орден Бани. Вот когда-нибудь вы слышали про орден Бани? Орден Бани, между прочим, возник где-то во времена Вильгельма I, но официально его узаконили гораздо позднее. Вы знаете, что к ордену Бани полагалась вот такая потрясающая черная шляпа со страусовым пером. Посмотрите на атрибутику этого ордена. Да, дело в том, что раньше короли посвящали в рыцаре, и нужно было предварительно помыться этому рыцарю. Есть такая версия, что именно с этим связано. Орден Бани, который впоследствии трансформируется. Вы знаете, что немало русских деятелей, например, Барклай де Толли, тоже был орденоносцем, и его тоже наградили орденом Бани. Но вот еще один очень важный момент. Давайте с вами посмотрим на эволюцию штанов. Вот сейчас мы вам покажем потрясающий портрет Ван Дейка. Вот посмотрите, например, на детский портрет. Вы видите, что на детском портрете появляются такие же розетки, розетки на обуви. Такие невероятные розетки, которые, посмотрите, как они функционируют. Мы видим, что они из такого же оттенка. И кажется, это не женское. Это женское. Нет, это не женское. Да, мода становилась чуть-чуть женственной. Но это все не важно, потому что в зависимости от эпохи свои каноны красоты. Посмотрите, как интересно эти кюлоты, уже кюлоты завязываются бантиками чуть ниже колена. Но проблема этих штанов была в том, что наверху ткани было гораздо больше, чем внизу. Поэтому, видите, появляются диагональные складки, которые немного искажают представление о красоте костюма. Кстати, если мы с вами посмотрим на вот этот потрясающий портрет двух братьев, то мы с вами, конечно же, обратим внимание на разные, на разные, на разную отделку. У одного мы можем увидеть золотые цепочки. Посмотрите на коричневые штаны. Появляются пуговицы. Пуговицы с одного края. И, конечно же, кружевной, кружевная манжета для обуви. Вы когда-нибудь такое видели? Значит, правильно сделали, что пришли на прямой эфир. Не забывайте писать много комментариев, тогда будет и вторая часть про женский костюм. Вот детально, специально для вас два вида штанов. Кюлоты, которые имеют и цепочки, и кружево, и, конечно же, накладки. Но мы с вами никогда не видели, как устроен каблук. Посмотрите на сплошную подошву, на которой базируется этот каблук. Я уже не говорю про эти бабочки. Боже мой, какая красота! И только человек, как Ван Дейк, человек такой величины, глыба, мог изобразить мужской костюм во всей красе. Кто сказал, что Ван Дейк не был модником? Ну, невозможно самому, не одеваясь в такие потрясающие одежды, изображать такой костюм. У меня есть предположение, что он разбирался в моде. И хоть некоторые говорят, что мода – это абсолютно не мужское, я вам хочу сказать, что на портретах Ван Дейка мы видим тот самый репрезентативный костюм. Костюм, который показывает положение человека. И в качестве заключительного портрета нашей потрясающей небольшой диджитал-лекции я хочу вам показать уникальнейший портрет. Та-дам! И мы видим с вами тот самый портрет, который наверняка многие видели в Эрмитаже. Но не все знают, что и кто на нем изображен. Давайте с вами посмотрим на вот этот потрясающий портрет, на котором изображен, как вы думаете, кто? Кто на нем изображен? Генри Денверс, граф Денби. Он был военачальником, а также членом Тайного Совета. И самое главное, хранитель королевской печати. Здесь орден подвязки. Орден подвязки. Кстати, я вам хочу сказать, что обувь у него, посмотрите, снабжена вот этими розетками. Боже мой, какие розетки! И мы опять-таки с вами видим, что мужчина уделяет много времени своему костюму. Орден подвязки. Что же это за орден такой? Да, есть такая легенда. Если вообще до сих пор мы не знаем, как появился орден подвязки. Кто-то говорит, что однажды во время одного из балов потрясающая герцогиня Солсбери, по-моему, ее звали. Да, это была графиня Солсбери. Все правильно, графиня. Прошу прощения, ошибся я. Она обронила свою подвязку с бриллиантами. Подвязку. И все-таки, зная симпатию короля к ней, сказали, боже мой, ну как, не сказали, но посмотрели. Король поднял, повязал на свои ноги и сказал знаменитую фразу на французском. И действительно, есть другая версия, что так говорил Ричард Львиное Сердце. Есть такая вторая версия, что все-таки это была его фраза. Ричарда Львиное Сердце. Ведь его крестоносцы как раз-таки имели синий цвет. Что нам говорит о том, что это орден подвязки? Ну, во-первых, посмотрим с вами на орденскую цепь с Георгием Победоносцем. Мы видим с вами изображение святого Георгия, а также мантия. Синяя мантия. На мантии, кстати, мы можем видеть с одного плеча эмблему. Посмотрите, ее прямо не видно, но мы с вами ее можем видеть. Вот она, видите, да? Нашивка. Она нашита на эту мантию. Так, кто-то скажет, а нет подвязки. Ну, простите, зато есть мантия. Обращаем ваше внимание на то, что при Ван Дейке появляются белые кюлоты, которые переходят в церемониальный костюм. Вы знаете, вот только при Ван Дейке была такая мода. Вот я вам сейчас скажу, вы будете просто удивлены. Мужчины носили присборенные сморщенные чулки. И посмотрите, было очень модно носить именно такие чулки, которые чуть-чуть-чуть-чуть-чуть были сморщены в гармошку. И, конечно, я забыл вам сказать, что Ван Дейк делал очень хитро и хитро. Он рисовал голову короля, а потом портрет отправлял в мастерские в Лондоне, где дорисовывали костюм. Вы представляете, что были специально обученные люди, которые рисовали мужской костюм. И самое главное, самое главное, вот с этого момента мы уже видим, что мужской костюм становится наравне с женским. И зачастую менялся гораздо чаще. Подводя итог нашей с вами потрясающей небольшой диджитал-лекции. Диджитал-лекция – хорошее название. Я смею вам заверить, что вот этот стиль назывался либо стиль мушкетер, либо солдатский стиль, либо стиль кавалер, потому что в таком виде изначально изображали тех, кто были на лошадях. Так военная форма, потому что в то время Англия, Франция, воевала Европа, военная форма перекочевала в светский костюм. Вы представляете, сколько времени потребовалось, чтобы от черного испанского влияния Англия пришла к ярким одеждам, к обилию белого цвета, что мы можем видеть на этом портрете. Между прочим, вот этот пластырь, который у него есть, говорят, что он его, между прочим, вовремя не снял. И когда уже рано зарубцевалось, он все равно ходил с этим пластырем, дабы показать то, что принимал участие в сражениях. Ну и, конечно, на этом портрете, на этом потрясающем воротнике мы с вами сегодня и остановимся, потому что нельзя потреблять много Ван Дейка. Лучше немного, но как? Детально. На этом я заканчиваю свою небольшую лекцию. Напоминаю вам, что в комментариях вы можете написать, как вам сегодняшний рассказ, как вам мужской портрет Англии, который мы видели с вами на шедевральных работах Ван Дейка, и хотите ли вы, чтобы я рассказал вам о женском портрете на тех же... о женском портрете, о женской моде на портретах кисти Ван Дейка. На этом я говорю вам спасибо и до новых встреч!